Нашли только через месяц. Ты меня хорошо понял, Хивай? Зачем так нервничать? Мог бы просто относиться ко мне как к проявлению здоровой конкуренции. Зачем ты с ним вообще споришь, Герцог? Я всегда говорил, два сломанных колена значит гораздо больше тысячи слов. О, Геральд, хорошо, что ты здесь. В чем дело? Да ни в чем. Я просто хотел, чтобы ты познакомился с моими друзьями, пока они не убрались отсюда. А то они как раз хотели попрощаться. Правда? Мы с тобой еще посчитаемся, Хивай. И очень скоро. Что такое, Герцог? Ты вшивого мутанта испугался? Хочешь, я его тебе прямо здесь уделаю? Посмотрим, что у него внутри. А потом велим краснолюду это сожрать. Хочешь? В другой раз. Идем, граф. Вот так вот. И чтоб больше мне тут не показывались. Эх, вот это я, сука, попал. Как пять крон в говно. Что это за типы? Это надутый, как рыбий пузырь, герцог. Говорят, собрался стать новым ублюдком младшим. Только ему для этого много чего не хватает. Денег, влияние, людей, класса, да всего. А тот второй? Граф, сволочь каких мало. У меня волосы на жопе шевелятся, как я его вижу. В Махакамской шахте мы таких впереди бригады со связкой Барбарита посылали и с подтекающей лампой. Что случилось-то? У тебя с ними какие-то дела? Как раз наоборот. Видишь ли, Геральт, мой старый друг. Ты хочешь попросить у меня помощи? Дело в том, что я вроде как должен некоторую сумму нашему общему приятелю, Франциску Бедламу, королю нищих. И чтобы отдать долг, я решил серьезно заняться гвинтом. Все лучшее и лучшее. Нет, я не играю. Я картами занимаюсь. Самые редкие экземпляры продаются теперь по заоблачным ценам. К сожалению, другие об этом тоже знают. Я собрал отличную коллекцию. Не хватает только трех карт. А как соберу все, тут же все продам. Но у меня на хвосте сидят люди-герцоги. Ну так как, Геральт? Хорошо, попробуем эти карты раздобыть. Чего не хватает? Фрингили и Виго, и Зенгрима, и Яна Натальца. Их чертовски трудно достать. Герцог вот пытается, да тоже бестал. То есть ты даже понятия не имеешь, где их искать. Ну, не все так плохо. Я готов поручиться, что они есть у Зеда. Он последнее время бросил скупать краденое и торгует только картами. Только он со мной не разговаривает. Я уникальную карту из колоды белок перекупил. Лучше ты к нему сам зайди. Зед, где-то я о нем уже слышал. О, важная персона в мире игроков. Владеет лавочкой у южной стены. И спасибо, Геральт. Теперь я, может, и правда расплачусь с долгами. Не за что. Бывай, Золтан. Золтан. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok ДimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Это должно быть DimaTorzok ДimaTorzok ДимаTorzok 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА О-ва-ва-ва, не тушься, ты тебя не напугаешь. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ищи-ка своих за стенами. А я всего одну и пел. Помоги убогому. А, вот и ты. Как все прошло с Равиком? Карта с Наталисом у меня. Ну вот и латушки. Сейчас только обнесем Цезаря Бильзона и домой. Сделаем так. Я его заболтаю, а ты прошмыгнешь наверх и осмотришь его коллекцию. Наверняка карта где-то там. А мы не можем просто выкупить у него карту. Будь у меня хоть немного свободных наличных, я бы давно съехал в Повис. Впрочем, Цезарь в жизни не продаст карту Фрингинги. Но ты не волнуйся, он в накладе не останется. Есть у меня для него бутылочка махакамского спирта. Спиртной дух отечества для эмигранта, значит, все-таки больше, чем какая-то говеная карта. Ты, кажется, говорил, что Цезарь не пьет. Я говорил, что с ним не просто выпить, потому что он редко выходит. А значит, он сразу накушается до изумления. Три стопки, и ты сможешь всю его коллекцию вынести, распивая при этом про трех девиц из Викуара. Что это за коллекция? Никто не знает. Ты первым ее увидишь. Я так думаю, там про садомию или металлургию. Да ты мне, наверное, потом про все расскажешь. Ну, пойдем. Чего? Цезарь Бильзер! Еще помнишь спор о том, кто король Понтера? Король Понтера-щука. Ну вот, видишь. А я пришел тебя убеждать, что сом. И при том не с пустыми руками. А это кто? Это... Это Геральт. А Геральт рыбу ловит? Да. В прошлый раз я поймал на червя такого окуня. В Понтере? Ну да. На трезвую голову я таких мечтателей слушать не могу. Прошу. Ну и что с того, что судак чаще клюет, если он на вкус как говно в помоях? Да это из тебя такой повар, как из козьего гузна кларнет. Вот я прошлым разом взял свежего тимьянчику. И на вкус было, как тимьянчик с говном. Ха-ха-ха. Сыт. Взял я прошлым разом. Геральт, а ты что скажешь? Как по-твоему судачок на вкус? Прошлым разом не говорят. Кого ты ко мне привел, Кивай? Какого-то долбанного чистоплюля? А ты слышал, Бильзон, что Виба Батильда недавно молодую щуку на горох поймал? Да брежет, как всегда. Вантерские щуки не такие дурные, чтоб на его тухлый горох кидаться. Они только на живца берут. Или на червя. Но не особо. Я вот как-то выкопал такого жирного, красивого, что сам бы сожрал. Ну не знаю. Геральт, а вот вы там в Каэрморхене на что ловите? Мы их бомбами. О, это как так? Хе-хе. Бильзон, шуток не понимаешь, что ли? Шутка, правда, говерная. Геральт, метнись. Принеси еще бутылочку. Через минуту. Живо? Ты что, забыл, зачем мы сюда пришли? Как тут наберешься с одной бутылки? Ладно, иду. Ну так когда пойдем сама-то вместе ловить? Я с тобой больше ловить не буду. Этот наш вроде бы прикреплен к столешнице. Ящик открыт. Хм. Хм. Продолжение следует... Треугольные отверстия в стене. Интересно. Треугольные отверстия в стене. 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 Погоди, ты ж бутылку собирался принести Вы уже уходите? Привет, Биллизон У нас для тебя новости от шефа Новости? Какие новости? Мастер Тесак очень недоволен Минуточку Если обнаружились какие-нибудь расхождения в расчетах, я все объясню Поздно, взять его, а вы двое проваливайте отсюда Оставьте его в покое За голову Ведьмака Тесаку придется платить отдельно Ну, вперед! Не торчать же нам тут целый день Сиди, глядя, гер Кому наклонять Ведьмака от долги? Ой, спасибо Придется мне с Тесаком еще объясняться Лучше в письме Верно Пойду собирать вещи Ну, удачи Бывай Эх, доброе у тебя сердце, Геральт Однако неплохо ты уделал последнего Аж по стенам брызнуло Взглянул я на коллекцию Цезаря И что? Ничего удивительного, что он ее не афишировал Нильфгардские доспехи, портрет Эмгира Черепахи Мадевета, кинжал Ватиды Ридо Веревка, на которой повесили скеллины Ну и ну, ну и мерзость А я ему руку подавал А ты веревку случаем не прихватил? Кое-кто за нее прилично бы заплатил Некоторых такие вещи возбуждают Нет Нет, так нет Жалко Еще я нашел статуэтку Нильфгардского солдата Она магическая Но что на ней за чары, я не знаю Трис с ней разберется Точно Занесу ей при случае Все карты у нас Что теперь? Теперь мы загребем за них кучу денег Пойдем Надо побыстрее заканчивать с этим обменом Пасаешься, что клиент передумает? Скорее уж я передумаю У меня тут было столько желающих на эти карты Что я их перебирал, как красотка ухажеров А клиент, он кто такой? Приятель приятеля Я мало о нем знаю Но это кто-то вроде герцога Ты меня знаешь, дед У меня никому предубеждений нет Лишь бы платить Ну, жду не дождусь Как бы рассчитаться с королем Да ты последний раз смыл голову Ну, наконец-то Труп уже остыть успел Это что еще такое? Твой несостоявшийся покупатель отдал нам деньги и отправился на тот свет Примерно в такой последовательности А теперь попрошу карты Надеюсь, раздобыть их было не слишком трудно Попробуй их забрать, узнаешь Один? Я не такой глупый, как граф Ты, наверное, это уже понял За работу Краснолюда попробуйте взять живьем Мне с ним потолковать надо Сейчас сделаем Геральт, эта манда убегает с моими деньгами Сука Сука с нашими деньгами Догони, ублюдка А я займусь остальными Не виск, а подвиск Поверь в глаза Поверь в отсюда Фукин Финн выбил мне в зуб Что? Ничего не понимаю Мои, герцог Ты не уйдешь Не трать зря силы Мои, герцог Мои, герцог Мои, герцог Меня Долбаные утопцы Тут бы пригодился ведьмак Очень смешно Если я отдам тебе деньги Ты оставишь меня в покое? Да Можешь уйти Если сумеешь А какие у меня шансы С такими ранами Небольшие Прощай И что? Догнал? Деньги у тебя? Да А что с герцогом? Ты его не кончил? Нет, отпустил Эх, надо было с тобой все-таки сходить Ты же видел, как он на меня взъелся А теперь совсем диким станет Не думаю Если он вдруг выберется из этой передряги То, скорее всего, отойдет от дела Ну, Геральт Ты что предпочитаешь? Деньги или карты? Без тебя я бы не справился Так что ты выбирай Если хочешь наличные, не вопрос Я за час найду другого покупателя Я бы взял деньги Будь по-твоему Я все равно успею расплатиться с королем нищих Тут он удивится Удачи Спасибо, Геральт И помни Сом Король Понтера Спасибо, Геральт